Ну Москва это для меня какая-то сумасшедшая деревня. Благодать или закон? Ну интересный вопрос задаешь, сразу видно армянка. Но вы считаете это правильно, когда семья страдает от служения? Во мне столько дьявола. Вы не разрешаете своим детям использовать социальные сети. Дорогие мои, всем привет! Сегодня у меня прекрасное настроение, вы смотрите проект Часть Расмин и на чай пить. У меня прекрасный гость, пастор армянского служения Церкви Слова Жизни Москва, Гор Мехакен. Барив дзюс. Барив дзюс. Ах, пацавшми дзюс. Ай, шнуракалитин. Спасибо, что приняли мое приглашение. Сегодня, к сожалению, будем говорить не на армянском, а на русском, чтобы нас поняли еще больше количества людей. Все ради вас. А чуть-чуть можно хотя бы, да? Ну чуть-чуть, конечно. Слава Богу. И пожалуйста, ради нас подписывайтесь на наш канал. Не забудьте делиться нашим интервью, если оно вам понравится. А я надеюсь, что понравится. И пишите комментарии, ставьте лайки. А мы начинаем с чаепити. Начинаем с чая. Да, начнем с чая. Это с чаепити. Вкусный чай. Да, согласна. Итак, первый вопрос. Вы переехали в Москву из Армении, и вы на Мессии. Да. Но в моем понимании, и, наверное, в понимании многих людей, ехать на Мессию, это означает поехать в какую-то бедную страну, где сложные условия, где нет церквей, где не проповедуют Евангелие, и люди едут на Мессию, чтобы довести Евангелие. В вашем случае об этом сказать я не могу, потому что вы приехали в Москву. Переехали в Москву. Москва развита столица. Вы все равно считаете, что вы на Мессии, да? Ну, были ли какие-то осложнения в переезде, может быть? Как вы объясните нам эту ситуацию? Я скажу вот так. Перед тем, как ехать в Москву, я ехал в другой город. В бедный город, где раз в два дня давали воду на час. То есть у тебя в два дня есть один час, чтобы воду набирать, принять душ, что хочешь, готовить, что хочешь. Это в Армении, да, еще? Да, это такой городок, очень далеко, рядом с Грузией. Там очень бедно все было. Завод разрушился, из-за завода строили город. Потом завод разрушился, и бедный город. То есть мы переехали туда, мы семь лет жили там. С семьей, да, тоже? С семьей, конечно. Это предположение, что только приехал из Европы. Я восемь лет жил там, потом вернулся, и я уехал туда на миссию. То есть... Стоп, а почему вы жили в Европе? Чтобы просто понять. Вы просто жили или служили? Не-не-не, я не служил. Я потом вернулся и начал служение. А я покаялся в 93-м, но я служу с 2000-го года. И вот я до этого жил там. Приехал в Армению, покаялся и вернулся туда. Ну, я бизнес-интонанский. Вы покаялись в церкви пастора Артура. В Слово жизни, да. В Слово жизни, да, да, конечно. И вот к чему я это? Я поехал туда вместе с женой, которая родила там. Она сказала, нет, я буду рожать там, потому что если мы еще останемся на год, чтобы ребенок родился в Ереване и так далее, еще год будет, ну, не будем служить там. Давай поедем туда и там будем. Я согласился, мы поехали туда. Было очень сложно. Но я кое-что скажу. Это один к сто даже не сравнить с сложностью, как я приехал в Москву. Тот ужас, все атаки, вот первые несколько месяцев, все вот этот ужас, который нас ждал. В духовном смысле ужас? Во всех смысле. То есть думать, что вот как объяснить поправильнее. Вот моя жена говорит, она очень любит Москву. Не очень, но любит. Я тоже люблю, но не симпатизирую. И она говорит, ну, ты должен любить его, говорит. Это же город, в котором служим. Говорю, я понимаю, что я должен любить, но я более благословен, потому что я здесь служу, и это для меня жертва. То есть это не то, что вот я в Москве служил. Если бы я служил в Питере, предположим, этого не было бы жертвой, потому что я очень люблю Питер. Но Москва для меня какая-то сумасшедшая деревня, извините. А почему тогда Москва? Вам пастор Артур сюда отправил? Да-да, мы же миссионеры. Нас отправляют, мы тихо, спокойно куда отправят, куда и приходим. Вот пастор Артур просто сказал, что нам нужно в Москве достичь армян. И поехали бы вы, мы помолились и ответили. И вот мы здесь уже восемь лет. Я думал, на два года, а восемь лет. А в чем именно была сложность? Ну, объясните, какие сложности были? Сложности с жильем или общение сложно было с русскими? Ну, во всем была сложность, во всем. То есть необъяснимо. Я помню, первое, что я поставил перед нами, это нам нужно найти жилье возле церкви, чтобы я был легко достигаем. Вот, чтобы нужно кому-то что-то, вот, чтобы я был рядом. Мисс женой, не зная город, я в Москве последний раз был в 93-м году, наверное. Иногда просто летал через Москву. Иногда вот на несколько часов бывал в Москве. Но чтобы спать в Москве, это не знаю, когда было. И вот представь, мисс женой и с ребенком, мы ходили по этим улицам возле церкви, стучались в дома, мы смотрели в объявлениях, мы не могли найти квартиру вообще, чтобы нам оставаться. Вот сложно было. Ну, не только это там, не хочу вспомнить все это, но это было реально на сто раз сложнее, чем когда мы приехали туда. То есть для меня я бы, вот, я очень часто бывал в мусульманских странах, и я бы легче служил там, чем приехать в Москву. Люди думают, Москва это рай, это, не знаю, там, сейчас откроются все двери, все тебя ждут. Да первые, которые тебя встречают, это супер мощные, очень такие, ну, злые духи, бесы, которые контролируют этот город. Кто ты такой, что ты вошел в нашу территорию? То есть об этом люди не думают. Первые атаки оттуда приходят. И они делают абсолютно все, чтобы ты был разочарован. Но мы решили не сдаваться и пойти до конца. Ну, а что помогает не сдаваться? То, что вас отправил кластер Артуру, вы не хотите разочаровать его? Или это просто решение быть на миссии, и вы не хотите разочаровать Бога? Или и то, и то? Нет, в общей сложности, знаешь, как, бывают ситуации, когда вот тебя отправили, от тебя ждут что-то, да, вот это все. Это все, это как атрибуты. Ну, основное, ты должен знать, кто ты и куда идешь. Вот если осознаешь, кто ты и куда идешь, уже тебе не важно, через что проходишь. То есть ты не смотришь на то, через что ты проходишь, а ты смотришь туда, куда, ну, основную цель, тебе чего нужно достичь, да? Да, поэтому, ну, вот это помогало нам не сдаваться. То есть куда сдаваться? Это чтобы радовать дьявола. То есть не так было, чтобы нас сейчас убивают, мы говорим, не сдаваемся, стреляйте в нас. Ну, такого случая не было ни разу, да, вот за 8 лет. Ну, просто мы не сдавались, да. Просто не сдавались. Ну, проблемы было много, разного вида проблем. Но мы не сдавались. А получается, Москва – это самый тяжелый город для вас, который из среди городов, которые у вас уже были? Ну, да. Я не был в многих городах, служил, но не как миссионер. Иногда ходил помогать и так далее. Ну, так, ну, по-любому, вот здесь для меня было самое-самое вот это сложное, что было. А знаете, что интересно? Вот мы поговорили о том, что сложно, о сложностях, и получается, миссия – это какой-то сложный путь, или на миссию можно уехать и радостно, и в какое-то легкое, и хорошее место? Или если ты радостный, и все легко, значит, это не миссия? Однозначно не могу сказать. По-любому, миссия – это все. У тебя бывают и хорошие дни, и плохие. У тебя бывают и супер смешные дни, супер смешные. У тебя бывают и супертяжелые дни. Вот мы приехали, через несколько месяцев, я не знаю, то есть, у меня была такая ситуация, как будто все рушится на меня. Я говорю, стоп, Бог, что творится? Я вроде ничего плохого не сделал. Я вроде твое слово не отвергал. Я все делаю, как ты хочешь. Я живу святой жизнью, у меня нет дверей, чтобы вошли проблемы. Что тут творится? Я начал так тихо роптать. Тихо, у себя. Я не люблю роптать, но у себя во время молитвы роптание вот такое тихое. И знаешь, вот Дух Святой сошел на меня так сильно. Вот сошел на меня, я думаю, сейчас Дух Святой утешит меня. Пришел сказать, я с тобой, сынок. Я четко услышал одно слово, не роптай. И все ушло. И присутствие ушло, и все. Я понял, мне нужно и тут вырасти. Не важно, какие проблемы, мне нужно подняться в Боге. Это хороший шанс. Я сказал, все, Бог, идем вперед. Не буду роптать. То есть, миссия, она все. Ты не знаешь, во что войдешь и что будет. Тебе нужно просто осознавать, что это твой выбор, пойти за Христом и до конца. Иисус сказал, возьми свой крест, иди за мной. Не иди за мной на прогульку, иди на распятие. Если ты готов на распятие, готов. Не готов, не готов. Все. Вот так. Я знаю, что вы, мой, если можно так сказать, традиционный армянин. И то, что у вас армянское служение, это связано с этим? Когда вы потому что не любите русских и решили открыть армянское служение? Или вас отправили именно служить армянам? Не, любить я всех люблю. То есть, нету таких наций. Я даже врагов моей нации должен любить. Я должен понять, что, то есть, куда без любви? Зачем ты служишь, если нет любви? То есть, вопрос не в том, любить, не любить. Я когда захожу в магазин продуктовый каждый раз, или какой-то магазин что-то покупать даже, я не смотрю, что, а, там армянин нужно проповедовать, нет, русский или узбек, или таджик, не надо. Нет, я любому продавцу всегда говорю, улыбайся, Иисус тебя любит. Просто говорю в конце, говорю, улыбайся, Иисус тебя любит. Или говорю, знаешь, иногда вот говорю, знаете, у вас есть вечером свободное время, пять минут? Представьте, женщина, мужчина спрашивает, они сразу, да, а что? Я говорю, прошу вас, вот войдите в вашу комнату, закройте дверь и помиритесь со Христом. Если есть пять минут, просто я всем, то есть у меня нету национальных этих вещей тут, вот им нужно проповедовать, им нельзя их любить, их не любить. Просто для того, чего для меня отправили, то есть для чего меня отправили, это пастор Артур отправил меня поднять армянское служение в церкви Слово Жизни Москва. То есть я все-таки, как бы не любил всех, я должен все равно держаться цели. Зачем я приехал? То есть я приехал поднять армянское служение, все, мое дело это, с этим я евангелизирую, я проповедую во многих русских церквях, на русском, у нас в церкви Слово Жизни проповедует, то есть не так, что я только армян и все. Нет, я везде проповедую, и на русском, и на армянском, не важно, то есть я границы не ставлю. Но мое служение, это поднять армянское церковь, то есть поднять, привести к спасению армян. Вот мой муж, когда брал интервью пастора Артура, задал ему один вопрос. Он спросил, что если на армянском служении есть человек, который приводит своего друга, который русский, на армянское служение? Либо не на армянское служение, а просто хочет привезти в церковь. Что ему делать, если его друг, который русский, не понимает армянский язык? Отвести на русское служение, или оставаться с ним на армянском и все время переводить? Или уйти на русское служение с ним? Или оставить его на русском служении? Ну как ему быть? Вы думали как-то об этом? Вы принимаете русских к себе на собрание? Мы часто сталкиваемся с этим. То есть у нас очень часто бывает, что приходят русские, каются, и уже пришли, да? Или мусульманы приходят каются. У нас даже есть мусульманы, которые до сих пор приходят. Хотя мы их привязали к другому мусульманскому служению, где их народ. Но они иногда все равно приходят. Ко мне очень часто приходили лидеры из русского. Наши церкви сказали, говорили, даже группой лидеров приходили, говорят, а почему мы на русском перевод не делятся? Мы тоже хотим присутствовать. Но я отказываюсь от этого. Почему? Потому что теряется цель. То есть я пришел служить армянам. В церкви есть очень хорошее русское служение. Зачем мне еще? То есть зачем в церкви что-то неправильно сделать? То есть если есть в церкви русское служение, если есть очень хорошее... Ну церковь, она русская вся. Церковь, русская церковь. Зачем мне как-то вот сделать армянское с русским переводом? Поэтому теряется цель. И как будто ты какой-то барьер ставишь между русским служением церкви, то есть основной церковью и твоей церковью, у тебя тоже свое русское служение. Как-то неправильно. Разделение какое-то будет. Я думаю, это неправильно. И мы просто им даем сразу. После нашего служения у нас в субботу в 2 часа начинается, в 4 заканчивается, а в 6 начинается большое служение. Мы им говорим, оставайтесь, через 2 часа будет русское служение, и вас привязываем там, и вы останетесь там. Это самый лучший вариант. Правда, иногда бывает, вот, есть люди приходят, вот, кто-то своего друга позвал и так далее. И бывает несколько человек русских на наших служениях. Мы сзади просто ставим одного человека, который двоим переводит. Вот так. Мы перевод все равно не делаем так общий, чтобы не пригласить русских. Вот смысл в том, что не только русских, русскоговорящих, всех других. Потому что, ну, теряется смысл. У нас в церкви есть испанское, азербайджанское служение есть, не знаю, там, Средняя Азия, Вьетнам. Все есть, много служений. То есть нужно их распределить по их служениям, и все. Вот так. А как вы относитесь с армянам, которые из армянского служения переводятся на русское служение? То есть меняют служение? Нормально. Вот у нас есть очень много людей, которые сейчас служат там. Даже пасторами стали там, ну, в церкви, в основной церкви, да. Нормально. То есть у нас не только к ним, которые приходят, проходят туда, да, переходят. У меня принцип такой, я всем объявляю, у нас нету членов церкви. Я не... У нас даже, вот, первый ряд не членов церкви. Я говорю, эти двери всегда свободны, открыты. Приезжай, когда хочешь, уезжай, когда хочешь. Даже были случаи, когда вот... Вот пара подошла ко мне, и служители говорят, а можем мы помочь этой церкви, которая только началась? Армянская церковь. У них там пастор сам проводит прославление, сам службу порядка. Я говорю, слушайте, давайте я вас благословлю. Жена прославления у нас, а муж службы порядка. Благословлю, отправлю. Не возвращайтесь. Поднимите там церковь. И знаете, вот они у нас сидели, вот, жена, может быть, раз в два месяца пела в прославлении. Муж... У нас служба порядка 70 человек, наверное. То есть ему когда очередь приходила. А они поехали туда, в эту церковь. Они там подняли. Он стал лидером службы порядка, жена лидером прославления. И подняли две хорошие команды. А зачем мне их держать у себя, если я могу сеять в другую церковь? Я очень, очень, очень верю. И я обращаюсь, если какой-нибудь пастор нас услышит, я обращаюсь ко всем пасторам. Верьте в слова Иисуса, что посеешь, то и пожнешь. И я поэтому сею в другие церкви, а поэтому у нас в церковь все добавляется. У нас все открыто, никакого контроля, и в церковь все прибавляется, прибавляется, прибавляется. Звучит хорошо, но звучит так, что все идеально. Но так не бывает. А есть ли конфликты среди русских и армян, точнее, среди армянского служения и русского служения? Ну, конфликт не в христианском плане, а такой вот конфликт интересов национальном уровне. Культуры-то разные. Да, 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 понятно. То есть конфликтов, как таковых, чтобы сказать, у нас бывают конфликты, нет. Бывают вот такие вопросы, предположим, да, мы что-то забили, они что-то не так, то есть мы что-то не выключили, они что-то, ну, сняли, не сообщили нам, ну, рабочие. Это вы рабочие. Это было бы, если бы были две русские служения или два армянских. То есть такие вещи бывают, это нормально, то есть мы 8 лет там служим в церкви, то есть невозможно, чтобы таких вещей... Но так, чтобы какой-то конфликт возник, чтобы вот прямо сейчас вот какая-то ситуация, не разбериха, вот нету такого. Но бывает, предположим, ну, у нас служение, в это время какая-то конференция, нужно следить, понять, у нас служение будет, не будет, конференции, то есть такие вещи бывают, конечно, ну, рабочие моменты, но так, чтобы на национальном уровне что-то вообще-то... То это абсурдно, потому что в самом церкви, в головном церкви, да, если так сказать, там много армян служат. Там пастора есть, несколько пасторов армян уже есть, там плюс там прославление есть лидер армян, армянин и так далее, то есть там 200 армян, наверное, в церкви. То есть невозможно такой, чтобы конфликт был, да, то есть так. Ну, а такие-то разговоры иногда бывают нормальные, я отношусь нормально к этим. Раз вы в церкви слово жизни собираетесь, ваше служение в их здании, значит, там пастор Мацула. Но, как я поняла, ваш личный пастор, это пастор Артур Семен, потому что он отправил вас на миссию. Бывают ли случаи, что пастор Артур говорит что-то, Мацула что-то, и если да, то какую сторону вы выбираете? Такой сложный вопрос. Ну, сложный, интересный вопрос. Чтобы понять суть, ну, интересный вопрос задаешь, сразу видно, армянка, да, вот, куда бьет, да? Знаешь как, вот скажу так, они мне ничего не говорят. Начнем с этого. То есть пастор Артур меня отправил, сказал, вот, я хочу увидеть 10 тысяч спасенных армян. Вау! Служил под руководством в церкви пастора Мацулы. То есть он меня отправил к пастору Мацулы. Я, грубо говоря, мой пастор, пастор Артур, но я служу, я нахожусь под служением пастора Мацулы. Но, к моему большому счастью, оба они меня очень-то настолько доверяют, что никто ничего не говорит, чтобы конфликт даже... Просто они мне, ну, дали назначение, дали вот возможность реализовать это и все, все остальное. То есть не бывает случаев, чтобы, не знаю, что пастор Артур позвонил, сказал, знаешь, вот давай начнем вот там всероссийскую, армянскую что-то там, конференцию большую, а пастор Мацулы скажет, нет, я не хочу, чтобы в церкви такое было. Ну, таких вещей вообще не было никогда. То есть я делаю, что надо делать, то есть я по ситуации, что нужно. А они до сих пор вот за 8 лет, я даже вот и спросила, я думаю, да, вот за 8 лет не было, чтобы они что-то мне сказали. Но может тут еще помогает то, что они в одной ассоциации служат? Ну, да, но это же одна церковь, все равно слово жизни, одна церковь. И они сами друг другу доверяют? Да, да, конечно, но это же правление церкви, они находятся в правлении. И это нормально. Но вы сказали, что вы уже 8 лет служите в Москве, и, наверное, вы уже привязались к городу. Но миссия же когда-то заканчивается, и вам нужно будет вернуться. Вы думали об этом? Вы готовы возвращаться? Нет, если лично я, если бы вот сегодня скажут, возвращайся, да, я завтра уже билеты куплю, мне будет трудно с церковью расстаться и объяснить, куда я еду, да. А так, чтобы, ну, по-любому будет, конечно, когда мы, как в прошлый раз, когда возвращались, 7 лет жили, там привыкли уже к этому городу, там природа шикарная, люди вообще шикарные. То, что там работы нет, это совсем другой вопрос, но там было все шикарно. Ну, мы привыкли, но Бог отсекает, Он так отсекает, чтобы ты и скучал по этому городу, но не соскучился, так сказать, да. Чтобы не страдать. То же самое будет с Москвой, я думаю, то есть, конечно, все это ты будешь вспоминать, все это будет у тебя как хорошее воспоминание, но все равно, ну, миссионер, ты сам решил, там, никто тебя за волосы не таскал, как говорят, да, или как там говорят. То есть, сам решил, сам понимаешь, что это иногда приходится уходить, когда приходит твое время. Вот, ты, миссионер, это человек, который должен осознавать, когда приходит свое время, да, чтобы не цепляться ни за что, ни за церковь, ни за служение, а цепляться за Бога. Пришло время уйти, ты должен оставить, неважно в какой ситуации ты. Я в прошлый раз, когда оставил, знаете, когда оставил, когда мы построили дом, церковь, не дом, мы построили хорошую, красивую церковь, я поставил пастора, у меня была хорошая команда, и в день открытия церкви я ключи дал этому пастору, сказал, мне здесь больше нечего делать. Уже, когда пришло в землю, там наслаждаться, уже все сделано, а я знал, если я останусь, я, может быть, буду портить уже, потому что моя часть уже сделана, мне нужно уйти, все, вот это так. От начала разговора я поняла, что ваша жена поддерживает вас в этом, ну, на дороге в Миссию. И что насчет детей? Детям не сложно переезжать? Они же учатся в школе, заводят друзей, и потом, когда уже у них все сложилось, получается, вы переезжаете. Ну, когда мы переехали сюда, старшей было сложно, ей было 10, ну, не 10, 8 лет, я уже, я с цифрами не лады у меня, вот, когда она, мы переехали, и мы ее оставили даже, мы не взяли с собой, мы решили, что она будет там учиться, я же говорю, я думал, два года, и так, вот так, за два года, что нужно поставить русло, и вернуться. Ну, потом она не выдержала без нас, через 6 месяцев мы взяли ее к себе, и ей было трудно, ей до сих пор трудно. Вот если отсюда сейчас уедем, не знаю, в другое место, ей будет трудно. Если вернуться в Армению, не будет трудно, вообще не будет трудно, обоим не будет трудно, но они любят Армению, они просто вот живут Арменией, я не знаю, я их не заставляю, они так просто живут. Им трудно не будет, я не знаю, ну, какие-то трудности будут, все равно друзья, компания их, но, по большому счету, они, они же, я нарочно каждый год, не то, что нарочно, но обязательно их отправляю в Армению на 3 месяца, чтобы они и с родными, и с бабушками, дедушками, и со своими друзьями, и с церковью, чтобы они не отсекались оттуда. Ну, а если после миссии вас не отправят в Армению, а отправят куда-то, вот, не знаю, в другой город? У старшей дочки лишь один стандарт, неважно, куда отправить, лишь бы, там, в классе или в друзьях были армяни. Она такая, она просто, не знаю, не то, что националистка, но просто, ей очень нравится армянское общение. Есть в кого? В папу? Не, я же, я же, я же в Армении из 90, ну, в Ереване, я родился в Ереване, но с 91 года я уже не живу там, грубо говоря. 8 лет, 9 лет в Болгарии, потом вернулся в другой город, потом в Москву, то есть, я не то, что вот, вот, я вот так, ну, просто вот, если мне вот прямо сейчас спросить, где бы ты жил, я сказал бы сразу Армения. Люблю, нормально, любить свою страну, это нормально. Да, я думаю, каждый должен любить свою страну и свой народ. Однажды, одна, я не помню, или таджик, она или узбечка. Вот, я ей спросил, а кто ты по национальности? Она, она верующая, она говорит, я таджик, предположим, но внутри я еврей. Она так мне ответила. Знаешь, что я ей ответил? Я говорю, знаешь, что, давай ты будь хорошим таджиком внутри. Не надо внутри быть евреем. То есть, люби свой народ. Это очень важно. Пускай каждый человек любит свой народ. Он должен гордиться, что родился в этом народе. Я из одной области, мои предки, которые называются в Альмении Абаран, ты знаешь. И все анекдоты идут на Абаран. И я везде говорю, что я Абаранец. Моя жена говорит, ну ты же из Еревана, зачем Абаранец? Зачем всем говоришь? Говорю, Анна, пойми, я нарочно всем говорю Абаранец, это мне заставляет вести себя так, чтобы люди поняли, что Абаранцы тоже хорошие люди. То есть, это ответственность дает мне. То есть, каждый человек, неважно, даже если он из какой-то плохого народа, из какого-то, он должен признать, любить свой народ, и этим вести себя так, чтобы менять мнение о своем народе. Вот так. Я, ну я так думаю, да, для каждого человека. Ну мне кажется, у армян есть такая черта, она национальная, она у всех, потому что у меня так же. Каждый раз, когда мы улетаем в Ереван, хотя мне в Москве, в принципе, хорошо, у меня семья хорошая и живется хорошо, но все равно, я улетаю в Ереван, и когда мы возвращаемся сюда, у меня неделя траура из-за того, что мы вернулись из Армении. Если смотреться бы, Москва, да, как я говорила, развитый город, все-все хорошо, и работа есть, и денег полно, ну если так сравнить с Ереваном, но все равно есть что-то, что связывает с Арменией, это нельзя как-то добрать, это невозможно сломать, это оно есть, и все, и оно откуда-то появляется и не исчезает, это, ну то есть, это не так, чтобы родители передали, или заставили, это просто вот что-то вот армянское, это внутреннее, да, внутреннее. Наверное, все армяне подтвердят это, даже те, которые живут в Америке, у них такая же проблема, они все равно, я вижу по Инстаграму, включают армянские песни, и живут тем, что хотят вернуться в Армению, и так далее. Ну, это просто внутри, в крови, наверное, идет. Только жаль, не возвращаются, да? Ну, это же другая тема. Это другая тема, да. Ну, да. Хорошо, поговорили про детей, и хочется поднять одну тему. Я смотрела ваше интервью с женой Упитакинов, и довольно хорошее интервью, я насладилась вашей семьей, но там была одна тема, которая меня немножко зацепила, сейчас объясню именно какая тема и зачем. Мы сейчас снимаем интервью для социальных сетей, чтобы развивать наш блог, чтобы рассказать о Боге, чтобы просвидетельствовать через интернет, потому что интернет дает много возможностей. Но там я услышала, что вы не разрешаете своим детям использовать социальные сети. И для меня это было удивительно, и хочется узнать, вы до сих пор не разрешаете, и если да, то почему? Нет, до сих пор не, то есть это остановилось в том смысле, что дочка стала 16 уже, в январе, уже 16, и я просто тогда еще, мне ей сказали, будет 16, откроете инстаграм. Но все равно, знаете, вот девочке, которая 14, например, она в классе, у нее нет социальных сетей, в наше время это тяжко. Я знаю, что это тяжко, но просто мы как-то вот, я не против социальных сетей, я понимаю, что я когда даже вот в миссионерских школах учу людей, я говорю, вы уже опоздали, я сейчас, самая большая страна, это социальные сети, и люди там, и сейчас самое большое миссионерство, это там что-то сделать. То есть, когда мне дочке сказали, в 16 откроется инстаграм, это не для того было, чтобы вот мы не доверяем ей или что-то, то есть, смысл был в том, что она, чтобы она, ну, когда они заходят, я же вижу, когда они заходят в инстаграм или куда-то, они 2-3 часа просто отключаются каких-то там одноминутных клипов, и твое время крадет это все, оно реально крадет, и ты не замечаешь, ты зашла, посмотреть, через 3 часа с больными глазами вышла, и мы, чтобы беречь их, не то, что мы их не доверяем, мы их доверяем, они у нас, ну, реально, старшая дочь, вот мы с ней на таком уровне доверия, что она, даже если у нее какие-то чувства проснутся первым, я знаю об этом, мы вдвоем обсуждаем парня, которая, вот, предположим, у нее чувства насчет этого, да, то есть, у нас доверие полное, если она что-то неправильно сделает, она первым не говорит, то есть, у нас нету вот этого недоверия, просто чтобы не давать им тратить лишнее свое время, вот она стала 16, мы сказали, уже можешь открыть инстаграм, несколько месяцев прошло, она до сих пор не открыла. Она сама, не хочет уже? Не, она откроет, конечно, она не то, что не хочет, но просто у нее вот это, не было вот этого желания, вот сейчас 16, я завтра открою, не было этого, мы сказали, все, уже можешь, она не открыла, до сих пор, я не знаю, уже открыла или нет, но прошло два месяца, она еще не открыла, вот я помню, да? А младшая дочь все равно еще не открыла. Младшая, не, вот смотри, у младшей есть свой YouTube канал, пускай делает, я не против, мы не так, что мы такие вот, ой, это зло, нет, у нее свой личный, One Slime называется, свой личный YouTube канал, заходишь, девушка уже там свои дела делает, но я, конечно, слежу за этим, чтобы, ну, легко украсть человека, даже через интернет, да? А у вашей жены тоже нет в социальных сетях? она сама вышла из всех социальных сетей. Это ее решение. Несколько лет назад я был в другой стране, даже не помню, где я был. Она мне позвонила, говорит, а у нее есть канал, нет, у нее есть канал, у нее есть YouTube канал свой, где ее песни выставлены, хотя она, ну, не то, что занимается этим каналом, просто поставили там миллионы просмотров, но она вообще ничего не делает, ничего просто. У нее же свой альбом, да, тоже есть, вы привезли? Да, 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 вот, это ее альбом, у меня подарочек сегодня. Это второй альбом ее, да, она сама сочиняет, сама поет, сама играет, все сама. А там ваша дочь тоже, да, поет и сочиняет? Она вся в маму, вот, у меня со слухом супер, я, я, если хочу, чтобы из церкви люди уходили, я с микрофона пою, и никто не остается в церкви. Ну, мама очень такая, одаренная, а она вообще абсолютно, абсолютная там, со слухом, не знаю, учителя так говорят, да. Ну, вот, жена, она просто сама решила, в один день, позвонила мне, говорит, я ухожу, я откровение получила из книги, я нашла место про фейсбук, где написано, и говорит, я ухожу, все, не хочу, я просто из всех соцсетей ухожу, то есть, то есть, имея в виду, там, инстаграм, фейсбук и так далее, а ютуб-канал ее есть. И она сама занимается? Ну, сказать, что занимается, не занимается, это мы все сделали, она просто иногда заходит туда, может быть, песно кто-то написал, а что-то напишет, а вставить песни, клипы снимать, всем этим я занимаюсь. Ну, не я, то есть, я, я как-то вот, ну, мы вместе там с ней. А она помогает вам в служении в церкви. Ну, это такой, по старам не хотят признаться, ну, не то, что она помогает, это я ей помогаю. Потому что, ну, я, я что, я по субботам выхожу, проповедую, вышел, как говорят, сказал, ушел, да, а у нее там семь-восемь служений. То есть, она там и занимается, ну, на анализе прославления, там. На ней больше лежит ответственности. Кто что оставляет, предположим, это же Москва, для армян Москва, это как проходной город. То есть, они приехали, 6 месяцев здесь живут, улетели обратно или улетели в другую страну. И у нас очень часто, у нас, как, знаете, вот, у нас покаялись тысячи людей, а церковь там 600-700 человек. Покаялись тысячи, потому что приходят, каются, уходят, вот такое движение. И служители тоже. И очень часто у нас освобождается, вот, лидер служения просто уезжает в Армению или в Америку. Предположим, да. И что сделать? Я знаю, что сделать. Первоначально сразу даю ей, Анджан, руководи это служение, пока поднимется, что-то оставишь. И она, и она очень часто, во многих служениях, она, ну, внутри, и, ну, служит много. Служит много, и это, это реальная помощь, потому что, ну, очень важно, когда тебе помогает человек, который, мыслит, как ты, идет туда, как идешь ты, и, и это не мешает, напротив, помогает. Иногда ты ставишь лидеров, которые не мыслят, как ты, не идут туда, как ты, и ты не понимаешь, почему служение не поднимается, потому что другое мышление. А если, ну, когда это жена, и когда она с тобой вместе, это, это очень хорошо. Да, все-таки и в церкви, так же, как и в семье, очень важно иметь одно видение. Да, конечно, И двигаться в одно направление. А лучше жены никто не. Хотя я, вот, не то, что против, я очень осторожно. Вот, моя жена, у нее много служений, но она не пастор. Я не, она не дает себе сказать, пастор, я это тоже не люблю. В том смысле, что я осторожен в этих вещах. Это не семейник. То есть, что она служит не потому, что она ваша жена. Да, 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 абсолютно. То есть, там вопрос не стоит ее, потому что, я, когда ей говорю, я как пастор говорю ей. Я просто говорю, не как, но, когда я дома говорю, да, я может что-то скажу, а она что-то скажет, скажет, нет, вот так будет, ну, как настоящий армянин, должен слушать то, что говорит жена. Конечно. Да, когда я церковник, ну, я понимаю одну вещь, в домашних вещах она хозяйка. То есть, нормально, чтобы она имела свое мнение, свое, ну, как сегодня борщ будем кушать, или, хотя спрашивает, да, ну, нормально. А в церковных вещах она уже не моя жена, это просто служитель. И она это понимает. Когда я говорю... это, наверное, сложно. А конфликты не бывают на этом фоне? Нет, конфликты не бывают, но, может быть, вот, иногда может, вот, что-то она, ну, она такая, мне повезло просто. Мне очень повезло с ней, с ней очень легко. Вот, ну, иногда, может быть, бывает, скажет, ну, а лучше вот так сделать. Но если я говорю, нет, надо так делать, все, это уже, это ясно уже. То есть, это пастор говорит служителю. То есть, домашние вещи, пастору нету дома. То есть, дома вы не пастор? Нет, дома я для всех могу воду принести даже. Даже детям, и даже собаке. Нет. В церкви пастор не приводит воду всем? Нет, в церкви я, я, я не люблю показаться пастором. Вот, наши в церкви могут всех сказать, я открываю дверь, чтобы они вошли. Вот, люди приходят, я открываю дверь и жду, когда они войдут. Не, не жду, когда передо мной откроют дверь. Я такой, ну, более просто, да, смотрю на все это. Я-то знаю. Да? Да. Слава Богу. Мне повезло, у меня такая удача, если можно так сказать. Я знаю вас очень давно. Да, да, да. Даже не знаю, сколько лет. Ну, наверное... Почти 20, может быть. Почти 20, да. Очень давно вас знаю. Да, да, да. Так что не дам соврать, как говорится. Нет, ты смотри, если я что-то вот... Ты скажешь, что... Это было вот так. Хорошо. Что самое сложное для вас в служении сейчас? Что для вас прям тяжко? что для меня тяжко сейчас? Вопрос... Знаешь, бывают вопросы, где нужно сочинять, да? Чтобы ответить. Вот сейчас я думаю, что мне сочинить, чтобы ответить? То есть сказать, что все легко, вот все по маслу идет, не так, но ничего тяжкого нету. Просто вот... Бывает же, вот я же сказал, когда я приехал, у меня такое ощущение было, что весь мир обрушился на меня. То есть, бывало вот несколько лет назад какой-то маленький период тоже такое. То есть, в служении, я имею в виду в служении вот, лично в служении сейчас ничего такого тяжкого нету, просто нету, не хочу сочинить, да? Ну, есть какие-то маленькие затруднения, туда-сюда, вот это все, но ничего, я просто благодарен Богу, что сейчас такой какой-то период, какой-то благодати вот такой. Что с церковью все хорошо, служители на месте. Мы даже, знаешь, мы онлайн-церковь даже открыли. Мы уже... Я вел онлайн-служение, то есть, каждую неделю я прямой эфир по всему миру, там, тысячу вопросов задавали, там. Бывало случаи, за один день я за сто вопросов отвечал, прямой эфир за час. То есть, это раз, вот так вот, просто... И людей 5-10 тысяч смотрели. И вот мы поняли, что очень много людей, они сироты. Просто сироты. Вот люди, вот покаялись где-то в Сибири через интернет. Нету церкви, нету никого, просто человек в доме сирота, сирота. И мы открыли онлайн-церковь. Мы поставили условие, если ты не ходишь в церковь, если ты где-то, ты покаялся, нету у тебя церкви, нету пастора, присоединяйся. И у нас сейчас очень много домашних групп, у нас онлайн-церковь из Америки, Европы, из Ирана, из, не знаю, там, Омара, из Австралии, из везде, из России много. Даже мы онлайн-церковь, у нас служители, каждый, мы поставили вот каждому дню, в этот день, в этот час, кто хочет соединиться, пишите. И по каждым дням мы распределили домашние группы такие. Но вы потом направляете их в церковь, или они остаются в онлайн-пространстве? Общий смысл такой, если находим рядом церковь, он уходит туда и отключается. Если не находим, он остается в этой церкви, потому что у них у всех вопросы. у них у всех вопросы нужны, чтобы кто-то ответил. Мы от них ничего не требуем, никакой зависимости, ничего. Просто у каждого лидера 20-25 человек, и он общается с ними. Вот два часа общаются через Zoom каждую неделю. На вопросы отвечают, молятся за них, обсуждают воскресное служение, субботное служение. И очень результативно. Вот мы начали только в этом году и вообще. Я даже не ожидал такого результата. Слава Богу. А вот давайте поговорим. именно о Москве. Вот за эти 8 лет какие ошибки вы делали? Либо давайте вот вспомним, может быть, самую большую ошибку, которую вы сделали в течение вашего служения тут. Ну и опять нужно как-то... Не то, что ошибки, я... Ну не сказать таких сложных ошибок, чтобы сделал, потом сказал, ой, вот давай вернемся 8 лет назад и что-то поменяем. Нет, я приехал сюда, я вообще-то окончил институт народного хозяйства, математика там, вот это все, да. И я очень люблю, ну, как задача, чтобы четкая была. То есть по пунктам, понять, куда идешь. Вот я поставлю задачу, поставил на обсуждение, как мы работаем, что, куда, как. И поскольку вот это все было, я не ошибиться в этом серьезно так, да, что-то. Ну, может быть, иногда некоторых людей доверял больше, ну, так, чтобы вот, ой, я так довел, кто-то вот обманул мое доверие. Таких тоже не было. Ну, просто хочется что-то детально послушать, для того, чтобы другие, брав этот опыт, не ошибались так же, как вы. Что вы сделали бы по-другому, может быть? Ну, знаешь, как вот я, ну, может быть, иногда люди, которые падали, их быстро поднимают, что нехорошо. То есть в таком смысле, что человек падал от своей гордости, предположим, да, и он не решил вопрос с гордостью. Я любовью хочу его поднять. И это вредит и его, и потом со сторон людей. То есть человек там, любовью поднимаешь его, да, а гордость же осталась еще, проблема стоит. И ты думаешь, любовью излечить его, а его нужно вытащить оттуда. То есть не занимаясь тем, чтобы вытащить проблему, иногда думали, любовью этот вопрос решится. Но иногда даже любовь не помогает, если в человеке внутри есть проблема и не хочет решить эту проблему. Может быть, в этом вопросе, но нужно быть чуть-чуть поосторожнее. Потому что мы иногда, любовь христианская, она приводит к наивности. И ты от чрезмерной любви становишься чрезмерно наивным. И думаешь, вот наивностью я решу. Но Иисус не говорил, будьте голубками. Он говорил, будьте и голубями, и змеями. То есть и мудрым, да? И хитрые, как леса. Ну, знаешь, как... Ну, хитрость, вот знаешь, как... Ну, просто не это слово, наверное, чуть-чуть. Хитрость, может быть, это негативное слово, да? Ну, оценивать точную ситуацию и принять мудрые решения нужно всегда. Будучи, конечно, наивным, будучи человеком, который... Ну, доверяй. Когда говорят что-то, веришь, что это так. Ну, если ты мне говоришь, вот мне нужно тысячу рублей, у меня проблема. Ты можешь... Ты веришь, что у меня проблема? Я могу верить, что у тебя проблема, но это не означает, что я должен сразу тебе дать эти тысячи рублей. Может быть, ты врешь. Мое дело тебе верить, но это не означает, что я в вере должен поступать так, как ты хочешь. Понимаешь? Я верю в том смысле, что я не говорю, что не прав ты. Я не хочу думать плохое о тебе. Это нехорошо, когда ты начинаешь сомневаться во всех, да? Но христиане такие наивные, что они настолько хотят выглядеть добрым, хорошими, что иногда сами запутываются в своей капкане. Есть очень хитрые, вот так как ты говоришь, есть хитрые люди, которые заходят в церковь, да, это не волки. Да, в церкви есть волк, есть овечка. Да, я нашел другое животное, это лисички, которые приходят, вот есть люди, которые специально по церквям ходят одалживать деньги или обманывать сестер. Вот специально, если это от дьявола, от посланники дьявола, но это не волки. Волк приходит, чтобы созрать стадо, да, он пришел, какие-то новые идеи, чтобы разогнать стадо. А эти хитрые приходят и постепенно свою выгоду вот так. У одного взяли, ограбили, другого, не знаю, не туда, вот так. Поэтому, ну, нужно быть, вот мое личное мнение, да, нужно, чтобы, ну, это и слова Иисуса, будьте мудры, как змей, и будьте наивны, как голуби, да, вот так, и как дети. То есть не надо всем подряд доверять с первой встречи? Конечно, не надо, не надо. Я очень часто видел бизнесменов, которые бегут от церкви, потому что пришли, покаялись, сердце открылось, и вся церковь от них деньги одалживает. И они не могут не давать, потому что думают, что если скажут, нет, у меня денег нет, они будут врать. Да, ну, вот так и люди уходят из церкви. Им больше не хочется приходить, приходить, я всегда всем говорю, всем, не только бизнесменам, я говорю, дайте людям столько денег, сколько вы можете забыть. Не больше, не рубля больше. Вот можешь ему дать 100 рублей и думать, не дал, не дал. Дай 100, не дай миллион и не мучайся потом, и не, чтобы не был конфликт потом под вас. Так. И семья все время была с вами, да, получается, в служении, с самого начала, как бы, переехали. Но не бывает так, что, например, вы сильно много слушаете, хотя все семьи, вы вместе, но вы не проводите как будто вместе времени, то есть нет такой вот семейности. Когда вы сильно много в служении, вы оставляете семейное, или у вас как-то вот вы решили этот вопрос? Вопрос нерешенный. Я не хочу, чтобы здесь вот сказка, все-все было. Вот младшая дочка особенно страдает, она очень привязана со мной, и она иногда неделями меня не видит, а потом я возвращаюсь, утром я сплю, она в школу, я, она из школы возвращается, меня нету, вечером поздно пришел, поцеловал, лег спать. То есть иногда я замечаю, что у нее этот недостаток есть, и она иногда даже этот вопрос поднимает. Ну понятно, поднимает ребенок, она очень хочет вот сидеть со мной рядом, чтобы я с ней разговаривал, чтобы ничего не смотрел, в ее глаза смотрел, вот это все, она постоянно вот этого контакта, младшая вот, боль, ну не то, что старшая, но старшая уже выросла, мне с ней вот, она может просто сидеть у меня рядом две минуты, и у нас уже все вопросы решены. Просто сидим, можем даже не говорить ничего. Ну все, мы друг друга по-другому понимаем вообще супер. Ну младшая, вот это еще, вот это, желание побольше увидеть отца есть, и поэтому иногда, когда у меня есть время, я могу просто ее взять, вот бывает случай, я ее беру, сегодня твой день, куда хочешь, мы идем в секрет слайм-шоу, покупать эти слаймушки разные, потом в ресторан идем с ней покушать, потом идем куда-то гулять, в какой-то центре и так далее. То есть иногда, если есть возможность, я как-то хочу это навешать, но все равно времени мало остается. То есть можно сделать вывод, что у вас служение на первом месте, и все остальное время, которое остается, вы даете семье? Ну, к сожалению, да. То есть почему, к сожалению, ну, миссионерская семья, это мой выбор. Дети мои не выбрали это. Я поэтому говорю, к сожалению, потому что это не их выбор. Они не виноваты, что родились в миссионерской семье. Но это не так, что вот из-за этого они вот роптают. Почему наш отец, пастор? Нет, они очень благословенны, они очень рады этому. Иногда, конечно, поднимается это, что если бы отец не был пастором, мы сейчас были бы в Армении, жили бы там спокойно, мы бы ходили в армянскую школу, им очень не нравится, когда говорят неплохие слова во время перемен и так далее в школе. они в наушниках сидят даже, чтобы не слышать. Иногда вот это раздражает их, если бы в армянской школе были, там такого нету и так далее. Вот иногда вот этот вопрос поднимается, но глобально они, конечно, рады и служению, они сами служат. Но вы считаете, это правильно, когда семья страдает от служения? Или тут правильного и неправильного нет? Ну, если страдает, неправильно. Но у нас семья не страдает. У нас просто иногда вот ощутимо, что у нас есть служение. Вот ощутимо. Но если страдает, неправильно. В том смысле, что вот предположим, если ты взял семью, поехал в мусульманскую страну, в какую-то деревню, где каждый день вас побывают камнями, то есть это не выбор этих детей. Это твой выбор. Поехал бы ты сам. Вот, поехал, приехал, какую-то такую миссию сделал, предположим. А тут нечего страдать. Они живут нормально, спокойно. Живут в хорошей стране. Но страдать могут же одни внимания, родители тоже, не обязательно, чтобы их били. Ну, внимание, вот Анна, она не работает, она дома. Вот вы так решили, да. От мамы внимание всегда есть. То есть это вообще не обсуждается. То есть у них есть внимание, сколько хочешь. От папы тоже не так, что нету. У меня есть внимание, но вот младшая, она, если я целый день остаюсь с ней, она все равно хочет больше. Просто вот такое вот, хочешь всегда быть с папой. Это уже как характер. Другой бы человек даже не заметил бы вот это все. У нее личное такое есть, я так думаю. Да, вот из-за этого все. Поняла. Хорошо, давайте сейчас сделаем такую вот паузу. А, давайте выпьем чай. Давайте выпьем. На такую паузу легкую в виде блиц-опроса. Сейчас буду задавать вопросы, на которые хочется услышать короткие ответы. Да, и нет не считается или нет? Нет, ну да и нет сильно короткие. Да, все, хорошо. Итак, первый вопрос. Если бы не пастырство, чем бы вы занимались? Ну я был бизнесменом. Хорошо. Ладно, задам. То есть вы сейчас работаете только в церкви, да? Не планирую задать этот вопрос, но задам. Да. Вот только на миссионерстве. Хорошо. Ваше самое ценное откровение? Вообще самое ценное? Ну, наверное, что Иисус меня любит. Всегда. Потому что было очень часто было, когда, даже тогда, когда я не служил, я оставался один. И так близок он мне был. Так близок. Я ощущал, будучи новообращенным, я даже многие вещи не понимал, но он всегда, всегда обнимал меня. Я так ощущал, что он меня любит, что другого откровения даже не нужно, чтобы слушаться. Кстати, я перебил в лиц-опрос, но как вы пришли к Богу? Вы просто сказали про первое время. Если вот максимально коротко. Если максимально коротко, я в Болгарии приехал в город, откуда должен был лететь. Ребята, мои друзья, а я был нехорошим парнем, мои друзья посоветовали мне пойти в церковь, апостольскую нашу. А что значит нехороший парень? Ну, нехороший. Я не люблю этого, который был. И знаешь что? Вот я сказал, ребята, во мне столько дьявола, куда я в церковь? Они заставили меня поехать в церковь. Мы пришли в церковь, а церковь закрыта. Они говорят, эта церковь никогда не закрывается. Я говорю, я же говорю вам, мне столько дьявола, что Бог меня туда не впустит. И вот так я прилетел в Армению. Моя сестра троёрдная, говорит, давай в церковь. Я говорю, вот там идти сейчас этот. Говорит, нет, там играют, танцуют, весело. А я молодой парень. Говорю, танцуют в церкви, я еду. И мы приехали в церковь, и я просто не понял, как я спустился, покажется, и как Бог налил эту любовь внутрь, что я всех любил. Просто вот первое время я всех хотел обнять. А я не любил людей. Вообще не любил. Для меня идеально это необитаемый остров, чёрная пантера, попугай один большой, и я никого больше. Я просто до этого просто не любил людей. А вот после покаяния, я просто хотел всех вот на улице, всех дедушек, бабушек, детей, девушек, парней, неважно, всех хотели обнять и целовать. Я не знал, что со мной случилось. Вот так. Интересно. Употребляете ли вы алкоголь? Ой. Тут место рассказать про книгу, наверное. Про мою, да? И вопрос будет. Отвечу. Ну, я сказал, я скажу так. Я в этом тысячелетии, кроме хлебопреломления, алкоголь не использовал. Даже конфеты с ликером не кушаю. В этом тысячелетии, да? Я уже вот так, чтобы. Может, покажете вы книгу? У меня есть она. Вино или вино? Куда показать? Туда? А, сюда. Советую к прочтению, кстати. Личная рекомендация. Вино или вино, да. Что вас раздражает в самом себе? Что меня... Раньше меня раздражало очень, что я... Ну, у меня от папы очень много юмора. То есть, оно очень много. Реально. Когда я однажды... Мы когда с отцом встречаемся, начинаем юмор, и кто победит? И вот сказал я... Ну, однажды ему говорю, зачем у тебя столько... Не можешь не делать юмора? Он говорит, не могу. Оно внутри, оно выходит само. Ну, я понял, что эта проблема у меня тоже такая же. И во время проповеди, да, наверное, тоже? У меня, ну, проповеди еще оставить. Там я как-то контролирую все это, да. Но вот я очень часто юмор не мог не делать. Это меня раздражало. Уже будучи пастором, я очень много работал над этим, чтобы это угасить. Ну, в принципе, это же неплохо. Не, неплохо, когда ты... Ну, ты понимаешь, если вот, если я начну, вот наш разговор бы был только смех. Понимаешь? Я это просто приглушаю чуть-чуть, чтобы оно не мешало. Ага. То есть, когда грустно, нужно просто приехать к вам. Да, да, без проблем. Без проблем. Что огорчает в жизни вас? Что меня огорчает в жизни? Вот самое, что меня огорчает в жизни, это состояние христиан в церквях. Это ужасно. Какое состояние? Ну, такое, даже не полухолодное, а полухолодно замерзшее. Вот так. Когда вот, просто как будучи пастором, и везде такие вещи слушаешь, слышишь, да, что... Ну, реально это огорчает. Иисус не заслуживает этого. Иногда, наверное, христиан сложнее, да, проповедовать, чем мирским. Ну, христиан, конечно, особенно христиане, которые вот уже давно покаялись, они все знают уже. И для них, они не ждут. И ты как-то говоришь, они сидят, и у них такие лица. Ну, что нового сейчас мне скажешь? Давай посмотрим, что я скажу, а это не слышно. То есть, они не пришли услышать про Христа, они пришли новость получить, новое откровение. Уже 200 лет они получают новое откровение, но не используют это откровение. Они откровенно получатели вот такие. Локаторы для получения откровения, но до вас ничего не хотят. Меняться тоже не хотят. Вот это самое печальное. А что радует вас больше всего? Вот когда новообращенные начинают говорить про Христа, они иногда могут глупость даже говорить, там смешную глупость, потому что не знают, что, как, да. Но я когда вижу радость, вот этот темперамент, чем они говорят, да, с ними очень легко. Вот я бы пошел в дорогу, поехал, да, с 10-ю новообращенными. И пускай они говорят такие глупые учения, потому что не знают, да, они могут такие вещи сказать, а смешешься. Но все равно с ними интересно, радостно, потому что это только что запалено, ну, зажженные люди, запаленные. Я иногда болгарские слова скажу, если что непонятное, да, и знаете, я на русском, у меня там переводы идут сейчас. Вот так. Вот это радует очень. Ну, и в духовной жизни, да. А в физической жизни, вот, меня очень радует, когда я где-то на природе, я человек дикий такой, люблю дикую природу. И рыбалка, или что-то, чем-то я занят, что мозги не думают. Вот меня радует, когда мои мозги не думают. Вот это меня очень радует. Когда я делаю что-то, ну, просто не надо думать, просто делаешь. То есть, вот это мир. А вы хоть раньше жалели о том, что вы миссионер? Знаешь, почему не жалели? Вот почему я не жалел, не потому что вот я такой супердуховный, вот так. Я же сказал, я закончил институт экономики. То есть, я банковская работа, моя специальность. считать. То есть, я просто давно один простой расчет сделал. Что бы я здесь ни сделал, оно накапливается на небесах в очень большом, ну, геометрической прогрессии, как сказать. вот, предположим, я одно сделаю здесь, там миллион делается, да, и это будет идти для меня, там, Иисус сказал, накапливайте свои драгоценности там. И я понимаю, я просто, я простой расчет сделал, я должен служить эти ничтожные 10, 20, 50 лет, сколько живет человек, да, и это большой капитал у меня там будет. И я осознаю это, что что бы я ни делал, это на меня работает. поэтому я не жалею никак. Я понимаю, что любая трудность, через что я прохожу, это оценивается на небесах. Я приду туда, не будут пустые руки. Я хочу, чтобы, когда я приехал, меня Иисус встретил. Он не сказал бы, а, там горь приехал к какому-то ангелю, иди, встречай, провади. Я хочу, чтобы он лично меня встретил. А это ни от кого не зависит, только от меня. Для каждого человека только от себя зависит. Иисус тебя встретит или как-нибудь ночью какой-нибудь ангел проведет, чтобы никто не видит, что ты там. Поэтому... И оставят у ворот. Да, ну, или скажет, ну, там, жди здесь вечность. Еще миллион лет. Да, да. Но тут, наверное, самое главное, не уйти в крайность, чтобы не служить ради того, чтобы накопить баллы, а служить, потому что ты любишь Бога, потому что Бог в сердце смотрит. Нет, вот, это опасно, если вот только расчет сделать, да, вот, я сейчас служу там. Нет, этот расчет не помогает, даже когда бывают сложные ситуации, понять, что это сложность. Потому что, знаешь, когда, ну, не будем супер духовными, если ты, бывают ситуации, когда и любви-то нет уже, все, ты замечаешь, что все ушло от тебя. Ты не замечаешь ни Божью любовь, ничего, просто ты остался сам с этой нерешенной проблемой, и все уходит. И дьявол приходит, говорит, сдавайся. Вот там это помогает, говорит, зачем мне здесь сдаваться, если вот эта проблема, вот, поможет мне, там еще накапливает. Зачем мне сдаваться в этом? А то может подумать, сказать, ну, в этом сдаюсь, потом поднимусь в другом. Ну, что проблема, я же с Богом. А я не люблю так, зачем мне сдаваться? Зачем? Это, это, то есть, это очень мне помогает, вот, всякий раз осознавать, что, я же коплю для себя самого. А то вот, знаешь, как вот, опять, не буду просто супердуховным, понимаешь? Вот ты пришел, ты уставший, с любовью Божией, ты, может быть, скажешь, а Бог, давай я этому ничего не скажу, этот кассир пускай останется, я такой сегодня уставший, давай уйду, да, я тебя люблю, конечно, я его тоже как-нибудь, а там и любовь Божия, и понимаешь, что это еще один человек, еще одну душу, Иисус же говорит, если ты одного спас, вот это одна овечка, да, это очень важная овечка, и для Христа, и для тебя, христиане не хотят осознавать, что это, и для них, потому что не осознают, что им там ждет вечность, вот это очень важно, если ты осознаешь, что там есть далеко, близко, есть престол Божий, есть где-то там, есть большой, Иисус же сказал, тот, кто вот будет нарекаться большим в Царстве Божьем, есть большой, есть простой, там есть, есть вещи, где ты можешь здесь быть, здесь быть, близко быть, далеко быть, то есть многие вещи есть там, на небесах тоже. Да, еще есть мистопсание, где говорится, что будет видна разница между служащим и не служащим, и я думаю, что это не только про жизнь, которая вот здесь, мне так кажется, это мою. Нет, это точно так, потому что это нелогично, понимаешь, то есть, да, Иисус вот притчу рассказал, помнишь, про людей, которые работали с утра, потом днем, потом вечером, и всем дал по одной динарии, но люди думают, что все получат одну динарию, то есть одинаковые там богатства, нет, одно динарию – это спасение, все получат это, вот это одно динарию, ты работал тысячу дней для Бога, или один час, или покаялся только-только, вот последнюю секунду. Одна динария для всех есть, всех равно спасение есть, но что там тебя ожидает, ты сам решаешь, ты здесь на земле решаешь, что там будет, будет тебя ожидать, это никто другой, и это не будет честно, если бы вот всем получить одинаковое белое платье и быть как инкубатор, там цепленки инкубатора, все стоят одинаково, нет, там даже в ангелах есть разница, вот прочитай все откровения, там пришел один ангел, у которого специальный свет написан, другой пришел, очень мощный ангел написан, третий пришел, ключник был тюремный, написаны ключи у него были от ада, то есть даже у ангелов есть разница, есть иерархия, почему мы думаем, что все пойдем на небеса и будем одинаковые, ты сегодня сам решаешь, кто ты будешь на небесах, вот это откровение, оно для меня, знаешь, любые двери открывает, через что бы я ни проходил, я понимаю, здесь за этот короткий период своей жизни, я решаю, что я буду в вечности, зачем мне терять минуту, да, вот это помогает служить. Да, другой вопрос, благодать или закон? Ой, знаешь, что проблема, вот благодать, 21 века уничтожает все церкви, уничтожает просто, это очень опасная вещь, это не та благодать, о которой Павел говорит, это уничтожает церкви. Очень многие учения неправильно вошли в церковь, как благодать, и оно просто уничтожает церковь. Закон тоже уничтожает некоторые церкви, то есть, если ты держишься закона, ты держишься правил этих порядков, ты уже заходишь в Старый Завет, и это мешает тебе жить по благодати. Но если ты держишься за благодать, Иисусом все мне прощено, грехи прощены, живи спокойно, это расслабливает, это приманка дьявола, чтобы расслабить христиан, чтобы уничтожить их. Это тебя расслабливает. Если ты не осознаешь вот всю мощь закона, ты только принимаешь благодать, ты просто упадешь, ты пропадешь в этом мире, потому что дьяволу это нужно, чтобы христианин не различался от мирского человека. Они думают, если сказали один раз, Иисус мой Спаситель, благодать на благодать, все, могу делать, что хочу. Поэтому я за то, чтобы иметь благодать, которая первого века, не 21-го. Иметь благодать в законе. Да, вот-вот, понимая, что не надо пасть в закон и не надо выйти из закона, вот что-то такое вот. Осознавать просто, что говорил Христос. Это очень важно. Потому что вертеть Библию может каждый, как хочет. Сейчас каждый хочет вертеть, по-своему толковать Библию, но все равно, есть одна истина, это стремись к святости, иначе не увидишь Христа. Все. А если браться за благодать, только ты к святости не будешь стремиться, я под благодатью. Вот так. Ваш девиз по жизни? Мой девиз по жизни? Ну, так, чтобы сказать, вот одно вот есть изречение, которое я вот беру, да, вот для жизни. Такого нету, но всегда вот то, что я говорю, да, нашим, вот, разговариваем, и в конце что-то говорим, всегда говорю, идем вперед. Вот слова, которые я люблю сказать, идем вперед. Вот, наверное, можно его считать с девизом, да? Идем вперед. Вот так. А бывало ли, что вы сомневались в существовании Бога? После покаяния, до не трогаем. Мне трудно сомневаться в Боге, мне трудно, потому что я крестился необычным способом, Духом Святым, и я не могу сомневаться в Боге. Так, какой способ? Сразу интересно стало. А, это тайно. Это ведь, хотите, чтобы я навес... А, серьезно? Ну, не то, что тайно, но я об этом... Ну, если можно, мы его очень хотели услышать. Чтобы тоже не сомневаться. Жасмин-чан, я же армянин. Это сильно личное. Нет, сколько это будет стоить? Хорошо. Вы там семейным кубругом там напишите мне, сколько это будет стоить. Ну, я начну сказать. Счастливый. Драма. Драма. Слушай, он стал армянином. Поздравляю. Умеет торговаться. Ну, более этого можно рассказать, что он стал армянином. Хорошо, знаешь, как я... Вот я скажу, почему я... Вот этот оттуда идет, да, уже? Как можешь сомневаться в том, что ты видел? Понимаешь? То есть я... Хотя я сейчас говорю блажение те, которые не видели, да? Но я не стремился что-то видеть. Я просто покаялся. Прошло несколько дней. Во время служения ребята, ну, родственники говорят, хочешь креститься Духом Святым? Я говорю, да... Чего такое? Что за Дух Святой? Ну, молодой парень, не понимает ничего. А они начали молиться на языках. Я говорю, слушайте, что вы притворяетесь? Я тоже могу. Ба-ба-ба-ба-ба-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Они говорят, ну, это ты сочиняешь. Ну, вот этот разговор закончился. Домой пошел. Прошло несколько дней. Ночью сплю. В три часа ночи. Что-то вот... Било мне по рту. Сильно очень. Знаешь, как... Воздух, но сконцентрированный. Под атмосферу воздух вот такой. Она ударила мне по рту. И она вошла. Потом ударила сюда, вот, в живот. Внутри. Это внутри уже. И я сидел уже. Сижу, не понимаю. В три ночи спит человек спокойно себе. Жил себе спокойно и так далее. И она вышла оттуда, вот, потом ударила сюда, вышла на язык. И язык начал горчиться очень сильно. Горчиться. И язык открылся, и я говорю на языках. Очень сильно и много. Я не понимаю, что со мной. Представляете, вот человек только-только, пока я вообще не в курсе, и говорит на языках. И дверь открылась. Мама, моя мама вошла. А у нее в руке, этот, пиалка, да, от кофе, от стакана. А внутри свечка. Такая и так. Просто посмотрела на меня, говорит, этот ребенок еще не спит и ушла. А мама спит. Это не мама. Понимаешь? Вот мое состояние. Я сижу так, говорю на каком-то языке, не понимаю, что со мной творится. Мама зашла, ушла. Я потом утром спрашиваю маму, говорит, ты сумасшедший, зачем ты не очень мне к тебе войти? И я вот сижу так, сигарету взял, покурил. Я еще курил тогда. Говорю на языках, курю, сижу так странно. Как-то мама вошла, ушла. И на следующий день, через три дня, или два дня, сколько там прошло, когда служение было, я пришел в церковь. И я начал говорить, они все начали смеяться. Церковь, на которых я смеялся. Они говорят, ты крестился Духом Святым. То есть я это все видел своими, в кого сомневаться? В того, что я его сам, он сам пришел, сам меня крестил. Я как могу сомневаться в нем? То есть он всегда со мной. Я даже не сомневался, когда вот покаялся, я уехал обратно. Я жил там, ну, я стремился к святости, но полумирской, пока вот дошел, да, все равно никогда не сомневался. Он так рядом был всегда. Ну, бывает, мысли, конечно, приходит, вот, дьявол же не спит, может прийти, сказать, вот это все неправда. Ну, это на секунду прийти, и говорю, слушай, выйди вон, да. Как пришел, так и ушел. А так, чтобы сомневаться, вот сидеть дома на час, на два думать, что от Бога нет, это абсурд, да. Это абсурд. А что вы больше всего любите в Боге? Я больше всего люблю в Боге то, что Он так нас любит, слушай. Вот это вообще непонятно. Я ожидала этот ответ, кстати. Я не понимаю, почему Он нас любит вообще. Я иногда же не говорю, иногда вещи, да, ну, слышим про христиан, что-то случилось в доме, что было, вот, как Павел говорит, хуже, чем у мирских, да. Я говорю, слушай, Анна, это мы только слышим некоторые вещи, а Бог столько всего знает. Как Он нас все-таки любит все-таки? Как Он может все, вот какая-то любовь, все, несмотря на все это, все равно Он любит, да. Вот это любовь. Да. А есть у вас мечта о другом служении? Ну, например, не служение пастырства и миссионера, а вы хотели бы иметь какое-то другое служение? Я не думал об этом. Служение пастыра довольно сложно, служение. Знаешь как, не думал, вот не хочу сочинять опять, не думал об этом. Ах, если бы я не был пастыром, я бы служил, не знаю, кем-то другим. Нет. Ну, бывало случаи, когда вот я вот в одном служении видел проблему где-то, я думал, вот Бог, вот на месяц вот войти туда, вот, чтобы решить это и вернуться. То есть не то, что вот я хотел оставить служение, потому что там мне нравится. Не бывало вот случаи, конкретно вот вспомнил, да, когда проблема была в одном служении, в одной церкви, я просто думал, говорю, Бог, мне бы пойти туда на месяц, в это служение, взять это служение, потому что там ужасные вещи творились, и привести в порядок и вернуться. То есть такое было, а так, чтобы не помню, то есть, может быть, и было, не помню. Хороший такой, у меня есть такой, не помню, всё. А, хорошая, я люблю. И очень люблю, вот не знаю. Вот часто задают вопросы от Библии, вот, я говорю, самое хорошее слово, это не знаю. Не сочинять что-то, не придумывать, не можем и всё знать, но есть вещи, которые просто не знаешь, вот так. А можно от вас услышать совет для, специально для людей, которые собираются начать поездку миссионерскую? Как начать? Как начать, что делать? Ну, просто совет от вас для них. Ну, не... Что они делать, может быть? Ну, совет, во-первых, вот, всё сконцентрировано на одном. Ну, твоё тело лежит на жертвеннике или нет? Если твоё тело не лежит на жертвеннике, миссионерство, это просто, там, ты вошёл туда, первым тебя обязательно беси встретят. Просто, если ты не на жертвеннике, просто выпрыгнешь обратно, просто не выдержишь. Есть одна такая, ну, армянский писатель написал, называется апостол, который идёт в деревню, решил там, не видишь, даже грязь увидел там, яйцо только кушал, потому что единственное чистое для него в доме, ничего не кушал. То есть, ты должен понять, ты можешь встретить всё, ты можешь встретить изобилие, ты можешь встретить грязь, тебе всё ожидает там. Ну, ты должен прийти к этому, если не готов на жертвенник поставить себя, найти другое, не обязательно всем миссионерам быть, будь хорошим служителем порядка, служителем финансистом, там, прославление, что хочешь там. Что хочешь там, церковь, много служений, детская, подростковая, молодежь, что хочешь, не обязательно всем стать миссионерами. То есть, жертвенники, только жертвенники, если жертвенника нет, оставь это дело, это не твоё. Если жертвенник есть, уже легко, потому что тебя же там нету, тебя сожгли, уже легко, уже легче. Ну, это, конечно, звучит страшно, что на этот момент именно тебя встретят бесы. Только из-за этого предложения не хочется идти на миссию. А это реальность. То есть, потому что ты приходишь, знаешь как, если ты приходишь в банк с оружием в руках, чтобы украсть деньги, первым тебя встречает охрана. Ты пришёл из мира украсть людей. Кто будет первым встречать? Личная охрана дьявола. То есть, это нужно осознавать. То есть, поэтому есть жертвенник, а если ты на жертвеннике, ты живёшь свято. То есть, если ты на жертвеннике, значит, мир тебе не интересен. Если мир тебе не интересен, ты можешь идти за грехом, но не можешь идти. Ты не хочешь идти, да? То есть, это уже помогает. Ты на жертвеннике, ты идёшь, а если нет контактов с тобой, ну, пускай встретят, и что? Ну, проблемы будут чуть-чуть, и всё, и пройдёшь, всё. Нормально. Без проблем это нехорошо. Наверное. Жирные христиане, это нехорошо. Хорошо. Спасибо вам огромное за ваш совет, за ответы, за честные ответы. Спасибо, что уделили время. Спасибо, что попили несколько глотков нашего чая. Я очень надеюсь, что кто-то из вас точно что-то получит. Спасибо, что остались до самого конца с нами, и вам ещё раз огромное, огромное, огромное спасибо от всего сердца. Я на самом деле очень-очень рада, что мы сняли это интервью. Для меня это большое счастье. Спасибо вам. Всё, встретимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Чири. Чири. Удаch.